У любой невырожденной формы над полем биодических чисел есть инвариант Минковского-Хасса, есть определитель, определенный источностью до умножения на ненулевой квадрат, и есть, конечно, количество переменных. Оказывается, через эти три величины можно сформулировать правило, когда форма представляет нетривиально 0, а когда не представляет. И при помощи символа Гильберта можно из этого быстро понять, какие ненулевые элементы представляет форма, а какие не представляет. Давайте это сделаем. Только сначала чуть-чуть вспомним свойства символа Гильберта. Что у нас там было? Множество обратимых элементов полипоэдических чисел. Давайте обозначать К со звездочкой. При этом профакторизуем К со звездочкой по множеству всех квадратов. Как известно, если П нечетное число, то фактор группы будет состоять из четырех элементов. Единица, Ж, где Ж, это квадратично не вычет по модулю П, П и ПЖ. Если же П равно 2, то там такие были варианты. 1, 3, 5, 7. И дважды 3, дважды 1, дважды 5, дважды 7. Это мы все делали аккуратно, прописывали все квадраты, смотрели. Давайте обозначим. МАЭПСИЛОН – это множество тех, х принадлежит Ж. Заметьте, казалось бы, х в символе Гильберта – это элемент из поля, даже, точнее, из К с звездочкой, ненулевой элемент из поля. Но поскольку символ АВ квадрат равен единице для любого ненулевого числа В, то можно считать, что символ Гильберта определен и на Ж. То есть, хотите, представляете себе, что АХ – это ненулевые числа, хотите, считайте, что это какие-то числа, умноженные на квадрат. То есть, представляете себе, что это уже элементы из группы Ж. Так вот, очевидно, М1-1 – это Ж, потому что символ Гильберта 1х равен единице для любого ненулевого элемента Х. М1-1 – это, конечно, пустое множество, потому что М1-1 – это Ж. Теперь, пусть А – это не квадрат, тогда МАЭПСИЛОН и для ЭПСИЛОН равного единице, и для ЭПСИЛОН равного минус единице, состоит из половины возможных элементов, из 2 в степени Р-1 элементов. И эти два множества, разумеется, дополнительны друг к другу. Вот последняя нижняя строчка сложнее, но на самом деле тоже не такая сложная. Между прочим, я там сначала забыл написать, это важно. Пусть А и В – это не квадраты. Рассмотрим множество МАЭПСИЛОН и множество МВЭТА. Оказывается, эти два множества не пересекаются тогда и только тогда, когда частное А разделить на В – это квадрат, и при этом ЭПСИЛОН – это минус ЭТА. Ну, давайте, справа налево – это вообще очевидно, потому что если А разделить на В квадрат, то МАЭПСИЛОН и МВЭПСИЛОН – это одно и то же. И, соответственно, конечно, если вы меняете знак, а не меняете левую часть, то у вас будет пустое пересечение. Теперь, как бы понять, наоборот, слева направо. Достаточно рассмотреть частное, а именно символ Гильберта АХ. Давайте поделим на символ Гильберта БХ. Ну, поскольку символ Гильберта – это плюс-минус один, то это то же самое, что умножить. И мы поймем, что частное – это то же самое, что символ Гильберта АБХ. Чтобы пересечение было бы пустым множеством, нужно, чтобы ровно на половине элементов выполнялось бы условия АХ равняется ЭПСИЛОН. Помним предыдущую строчку. Чтобы не пересекалось, нужно так. Нужно, чтобы АХ равнялось бы ЭПСИЛОН. И при этом БХ равнялось бы минус ЭПСИЛОН. И на другой половине должно быть так. ХА – это минус ЭПСИЛОН, а БХ – это ЭПСИЛОН. Давайте посмотрим, когда мы перемножим. Здесь будет Х с АБ – это минус ЭПСИЛОН ЭТО. И здесь Х с АБ – это тоже минус ЭПСИЛОН ЭТО. И вот, если бы у нас АБ не было квадратом, то не могло бы вот это равенство Х с АБ – это минус ЭПСИЛОН ЭТО выполняться для всех ненадлевых Х. Потому что для НЕ квадрата символ Гильберта принимает значение плюс один и значение минус один. Отлично. Вспомнили свойства, некоторые свойства символа Гильберта. Теперь, в собственных делах. Теорема. Невырожденная форма представляет нуль над полем поэтических чисел тогда и только тогда, когда выполнено одно из следующих условий. Если это форма от двух переменных, то минус Д – это должен быть квадрат. Если от трех, то инвариант Минковского-Хассе должен равняться минус один минус Д – символу Гильберта. Если Н равно четырем, то бывает два варианта. Либо Д – это не квадрат. В таком случае уже все, уже представимо. Или же Д квадрат, и при этом инвариант Минковского-Хассе равен минус один минус один. Символу Гильберта. И последний случай. Н больше или равно пяти. То есть, если у вас невырожденная форма от пяти или больше переменных, то она нетривиально представляет нуль. В любом случае. Мы это сейчас будем попутно доказывать. Конечно, проще всего ситуация, когда Н равно двум. Смотрите. Если Н равно двум, то нам интересно, когда есть решение уравнения АХ квадрат плюс БХ квадрат равно нулю в ненулевых числах Х и У. Но это то же самое, что АХ квадрат равно минус Б и У квадрат. То есть, минус Д должно являться квадратом. Очевидно, что если мы подобрали вот сюда вот как Сырик, то может так и надо. Минус Д должно являться квадратом. Н равно трех. Но, собственно, для этого придуман символ Гильберта. Вот нам интересно, когда представляет нуль форма АХ квадрат плюс БХ квадрат плюс ЦЗ квадрат. Умножаем на минус С. Получаем здесь минус квадрат. Значит, условие такое. Символ Гильберта от чисел минус АС и минус ДС. Это должна быть единица. Теперь вспоминаем, что символ Гильберта муниципликативен. Вот смотрите, минус БС, а здесь написано минус один АС. Вот здесь минус один АС. Отлично. Теперь идем дальше. Минус один минус БС оставили. А минус один АВ и АС. Это вот эту вот скобку раскрыли в три множителя. Теперь здесь. С минус С. Это, конечно, единица. Потому что форма ЦХ квадрат минус ЦУ квадрат минус З квадрат представляет. Ну, достаточно взять, микс равно у равно единице З равно нулю. Ну, мы получили такую вот длинную строчку. Теперь смотрите. Вот это в точности вариант Минкорского Хаса. В распавлите линии АВ, Ц и БС. Что здесь? Ну, здесь давайте. Здесь вот минус один, минус один. Значит, можно поменять местами и написать это как минус один, запятая минус АВЦ. Так, минус АВЦ это как раз и есть минус Д. В точности, как написано на правой доске. Минус Д минус один. Вот такой вот здесь. Вот их произведение должно равняться единице. Ну, или то же самое они должны равняться, потому что это же плюс минус единица. Тяжелее разбираться со случаем, когда Н равно 4. Смотрите, что у нас там сейчас должно появиться. Мы должны доказать, что если Д не квадрат предстоимо, а если Д квадрат, то тогда вот получить такое условие предстоимо, тогда и только тогда, когда вариант Минкорского Хаса равен символу Лильберта минус один, минус один. Вот она, форма АХ квадрат плюс БЪ квадрат плюс ЦЗ квадрат плюс ДТ квадрат равнула. Как известно, невыраженная форма представляет нуль тогда и только тогда, когда существует ненулевое число, которое предстоимо и формой АХ квадрат плюс БЪ квадрат, и формой минус ЦЗ квадрат, минус Д, почему-то я здесь забыл написать, конечно, Т квадрат. Отлично. Но, господа, а что означает, что вот это вот равенство возможно? Это означает, что вот такая форма АХ квадрат плюс БЪ квадрат минус ЛЦ квадрат представляет нуль. Определите эту форму, это минус АВЛ, и мы с вами на той доске уже считали, в каком случае она представляет нуль. Если ее вариант Минкорского Хаса, то есть АВ, А минус Л, произведение равен символу Гильберда минус один минус определитель. А здесь минус определитель, это АВЛ. Значит, я мог бы то же самое написать и здесь, но согласитесь, лучше не надо, потому что я лучше в конце вместо А напишу минус С, вместо ЛВ напишу минус Д, и то же самое получится. Так вот, тут у нас есть точка. Теперь надо просто аккуратно пользоваться свойствами символа Гильберда. Смотрите, АВ я переписал. Теперь здесь, вот здесь вот есть АВ с минус единицей, да, и здесь то же самое, вот минус единицу можно каждый раз вынести, минус один Б и минус один А, и они уничтожаются. Значит, осталось БЛ, АЛ, это АВЛ. В общем, посмотрите внимательно, эти две строчки на самом деле одно и другое. Хорошо. А теперь надо вот это вот АВ перенести сюда, и получится, Л минус АВ просто должно равняться символу Гильберда АВ. Это уже понятный короткий вид, и, повторяю, вместо А написав минус С, вместо Б написав минус Д, мы получаем аналогичное равенство здесь. У нас получились два уравнения. Символ Гильберда АЛ минус АВ равняется символу АВ, и символ Гильберда АЛ минус СД равняется минус С минус Д. Нам интересно, в каком случае нет числа, которые удовлетворяют одновременно этим равням. Ну, смотрим вот сюда. Вот там сюда. Если вот это вот не квадраты, то у нас в нижней строчке там написан четкий ответ. Значит, пересечение пустое, тогда и только тогда, когда частное, ну или сколько угодно, произведение, то есть АВЦД, то есть определитель, является квадратом, и при этом символ АВ равен минус символу минус С минус Д. Вот. Это один случай. Другой случай. Пусть у нас, например, минус АВ – это квадрат. Тогда все вот эти вот величины равны единице. Если минус АВ – квадрат, то, конечно, символ АВ – это единица. Потому что символ А минус А равен единице. И, значит, просто эта строчка не задает никакого условия. А в таком случае у нас не должно существовать никакого вери, удовлетворяющего этому равенству. А что это означает? Это означает, что в таком случае и величина минус С т тоже должна вести квадрат. Замечательно. Значит, вот этот вот неприятный случай с квадратами. Может быть, можно как-то чуть попроще сформулировать. Но, в общем, господа, в любом случае мы, разглядывая вот эти вот уравнения, понимаем, что у системы нет решения. Тогда и только тогда, когда АВ – С т т квадрат. И при этом символ АВ равен минус символу минус С на минус Д. Посмотрим, как это соответствует с тем, что у меня там было написано в теории. В теории было написано, что если Д не квадрат, то всегда представим нужность. Ну да, потому что у нас есть условие, что Д обязан быть квадрат. И вот здесь инвариант Кунковского Хассе равен символу минус один и минус один. Мы сейчас с вами должны сделать очень простой числитель. Мы должны расписать вот эту причину и расписать вот это равенство. И проверить, что это одно и то же. Ну это просто, знаете, такое совсем-совсем простое вычисление символа минус. Напишем явным образом, что такое инвариант Кунковского Хассе для нашей формы. Это на левой доске, вверху такая длинная строчка. АВ, АС, АД, ВС, ВД, СД. И в произведении, как у нас участворило, чтобы было представимо в случае, когда АВ, СД квадрат, должно равняться символу минус один и минус один. Здесь написано, что L не существует в ситуации, когда АВ, СД квадрат и верно вот такое разница. Ну, соответственно, если АВ, СД квадрат, чтобы L существовало, надо, чтобы L был плюсик. Отлично. Вот на левой доске все выписано. Смотрите, вот это условие выписано в субботу. Символ АВ равен символу минус С минус Д. Отлично. Это можно еще так описать. Вместо Д пишем АС. Потому что АВ, СД квадрат, мы имеем право в наших вычислениях заменить на Д на АВ, С. Значит, вот это равенство на самом деле равноси на этому. АВ равно минус С минус АВ, С. Хорошо. Символ минус С, С равен один С. Поэтому здесь С можно отбросить. И получается вот такое выражение. Давайте я все-таки подробнее напишу, что же это такое. Это символ АВ. Здесь у нас минус единица с минус АВ. А еще С с А, С с В и С с минус единицей. Вот. И, ну, по-моему, это понятно. А это ампликативность символа герберта. Так вот. Когда я сюда вместо Д подставил АВС, получилась, конечно, жуткая длинная строчка, но в высшей степени понятна. То есть, куда АВ переписал, АС переписал, АД разложил в произведение трех множителей. Это АА, АВ и АС. Замечательно. АВС переписал. Опять ВД превращается в ВА, ВВ, ВС. И СД это СА, СВ, СС. Тут я подчеркнул вот эти вот равны, поэтому их можно убрать. Вот эти равны можно убрать. Это с этим равном. И что у меня осталось? Вот это вот АВ, АС. АА это то же самое, что А-1. Так. АВ исчезло, исчезло, исчезло. Вот там здесь ВВ это то же самое, что В-1. Потом идет ВС. Это вот это ВС. И потом СС. То есть С-1. Отлично. А теперь сравним вот эту строчку. С этой. Смотрите. АВ здесь есть, а здесь есть. Минус 1, минус АВ. Это что такое? Это минус 1, минус 1, минус 1А и минус 1В. Отлично. СА здесь есть СА. СВ здесь есть СВ. С-1 есть С-1. Наверняка можно было как-то это элегантнее рассказывать. Но это не имеет ни малейшего значения. Потому что в любом случае это какое-то такое вычисление. И мы с вами преодолели случай n равно 4. Теперь нужно понять, почему в случае n равно 5 квадратичная форма представляет ноль. Ну, перебором мы это уже делали в конце доказательства теории Минковского-Хасса. Но перед тем, как доказывать наше утверждение для 5, давайте мы посмотрим наследствие. Оно сейчас написано на левой доске. И оно нам немножко поможет разбираться. Со случаем n больше или равно 5 в теории. Невырожденная форма f представляет ненулевое число l. Тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий. Они очень похожи на те, что написано справа. Смотрите, n равно 1 и число ld квадрат. Кстати, давайте сразу поймем, почему. Что значит число l предстоит? Это значит, вот такая форма lx квадрат минус f должна представлять ноль. Но, когда n равно 1, фактически вот это f, это lx квадрат минус d y квадрат. d это определитель для формы f. Ну, а мы знаем, что минус определитель должен быть квадратом. Минус определитель, это как раз и есть ld. Отлично. Мы поняли первое условие. n равно 1, ld квадрат. Второе условие. n равно 2. Смотрите, это соответствует вот этой строчке. Только надо вычислять с символами Гильберта. Надо право написать, что написано вот у нас здесь. Так, давайте, допустим, форма у нас будет такая. lx квадрат минус ax квадрат, это будет ax квадрат плюс b y квадрат, да? Вот. Просто выписываем и получаем одно и то же условие. Смотрите. Что такое у нас здесь c от f? Да это просто символ Гильберта, ab. Значит, условие вот это означает вот такую вещь. a минус ab, потому что d это ab, равняется символу ab. Вот это написано здесь. Так, а в каком случае вот такая форма представляет ноль? Это мы должны просто-напросто аккуратно написать. Так, а чему равен вариант? Это l минус a умножить на l минус b и умножить на минус a минус b. Вот. Что такое вариант Минковского хаста такой формы? Он должен равняться минус 1. Итак, минус d это уже определён такой формы. То есть минус abl. Минус abl. Ну, давайте теперь смотреть, что у нас есть, чего у нас нет. Вот, скажем, l у нас здесь идёт с минус 1, l идёт с минус a и с минус b. То есть, на самом деле, l идёт с минус ab. Между прочим, там то же самое. l идёт с минус ab. Отлично. Значит, вот эти вот все с l ушли. Что осталось без l? Это минус a минус b и минус 1 минус ab. Давайте сейчас подержу. Минус a минус b должно равняться минус 1 минус ab. Ну, не должно равняться, а вот когда убрали все l, да? Здесь вот у нас остаётся просто символ ab, а здесь остаётся вот это. То есть, я фактически должен понять, почему вот это происхитение, это есть символ ab. Понятно почему? Я просто раскрываю, значит, начинайте думать. Вот это будет минус 1 на минус 1. И здесь тоже есть минус 1 минус 1. Ушло. Минус 1 на b, и здесь есть минус 1 на b. Замечательно. a на минус 1, и здесь есть а на минус 1. Замечательно. Здесь есть ab. Ну, вот тут нет, там есть. Всё как и должно быть. Почему, господа? Просто посмотрите. И вы нам надушите, что действительно вот это вот выражение любых a и b равно символ ab. Мы уже дошли до случая n равно 4 здесь, и соответствующего ему n равно 3 здесь. Ну, честное слово, это ровно, просто ровно то же самое. Почему? Потому что определитель для формы lx квадрат минус f, если f у нас от трёх переменных, это, конечно, минус dr. Вот. Здесь написано dr в одном из них не квадрат, но вот написано минус dr в них квадрат. Единственное, что надо проверять, здесь написан вариант от 4, для формы от 4 переменных. Он должен равняться минус 1, минус 1. А здесь вот имеется в виду, ну, вариант ментовского хасса для формы от трёх переменных. Ну, давайте сравнивать. Это совсем просто. Проще всего представить себе, что у нас форма имеет вид ax квадрат плюс b и квадрат плюс cz квадрат. И выписать вот это вот условие и вот это вот условие. Давайте, поехали. Сначала то, что на левой доске, что такое минус 1, минус d. Вот у нас же форма f имеет вид ax квадрат плюс b и квадрат плюс cz квадрат, да? Что такое её определитель? Это a, b, c. Значит, вот это вот равенство имеет такой вид. И минус 1, минус a, b, c равняется произведению символов a, b, a, c и a, b, c. Отлично. Я записал условия, которые вот на левой доске написаны. Теперь надо пойти в теорему. Надо посмотреть, что здесь написано. Уже для формы от 4 неизвестно. Интерианк должен равняться символу минус 1, минус 1. Замечательно. Давайте всю эту форму мы вывешим. Это будет l, t квадрат, минус a, c квадрат, минус b, c квадрат, минус c, z квадрат. И должно выполняться такое равенство. Минус 1, минус 1. Это должно быть l, минус a, b, c. А также минус a, минус b, умножить на минус a, минус c и на минус b, минус c. При этом заметьте, пожалуйста, что у нас такое l. Минус l, d это квадрат. Поэтому я имею полное право вместо l написать минус a, b, c. Потому что помните, что d это a, b, c. Отлично. Вот прямо сюда пишу минус a, b, c. Теперь начинаю смотреть. Вообще-то символ минус a, b, c, минус a, b, c. Это в точности символ минус 1, минус a, b, c. Потому что символ a, b, c, минус a, b, c это единица. Значит, вот это и это одно и другое. Хорошо. А теперь здесь нужно каждый раз расписать. Смотрите как. Минус 1, минус 1, умножить на минус 1, b, умножить на a, минус 1, умножить на a, b. Тогда здесь вот a, b, a, c, и b, c каждый раз выносится по мышке. Три раза будет минус 1, минус 1 символ. А здесь он как раз один раз, так что все хорошо. И символы вида a минус 1, и здесь будет a минус 1, то есть два раза. И то же самое b минус 1, и здесь b минус 1. Вообще-господа, это действительно равносильное условие. Мы теперь дошли до последней строчки. Здесь n больше или равно 5, а здесь n больше или равно 4. Но проблема, что теорему мы пока доказали только без последней строчки. И поэтому сказать, что они эквивалентны, мы не можем. Пусть f некая невырожденная форма. Мы можем посмотреть от нее первые два слога. И посмотрите, какие числа представляют форма двух моментов. Вот. Если минус d квадрат, то просто все минувые числа представляют. Если минус d не квадрат, то половинку. Значит, в любом случае, вот столько классов, половинка, два, половинка, минус 1. Представлю, а это больше единицы. Значит, даже если не смотреть на дмитрии, может быть, их там больше, переменных, все равно число, отличающееся от d на квадрат, минус любое, представимо формой f. Существует такое число, что d делить на а, это не квадрат, и при этом а представлена формой f. Просто потому что даже для формы от двух переменных это так. Ну и чем больше переменных, тем естественно. Если подтверждение становится все более и более верно. Хотя вот, вводите, что подтверждение, или более верно, или не верно. Так вот, это верно. Значит, мы можем привести f к виду ax квадрат плюс какая-то форма 4. Ее определитель, это d делить на а, он не квадрат. А если определитель не квадрат, то, мы в теореме доказываем, давайте еще раз покажу, если определитель не квадрат, то форма представляет 0. Все. Завейте, никакого перебора. Выделили в качестве одного слагаемого такое число, что d делили на а, не квадрат. И получилась форма от четырех переменных, у которой определитель не квадрат. Победа. Из только что доказанной нами теоремы есть замечательное следствие. Рассмотрим любую, не представляющую 0, форму f. И зададим себе вопрос. Сколько классов, ну у нас же с точностью до квадрата, до умножения на квадрат все, сколько классов представляет эта самая форма f? Ну, если f от одной переменной, то понятно, что всего лишь один единственный. Если от двух, то вот оно условие. Смотрите, вот оно условие. f минус d. f минус d. Это вариант фенковского хаса формы f. При этом замейте, пожалуйста, минус d не квадрат. Потому что если бы минус d был квадрат, то форма представляла бы 0. Значит, ровно половина, 2 в степени r минус 1 вариантов. Теперь n равно 3. Читаем. Либо минус ld, это не квадрат. То есть из всех 2 в степени r вариантов, уже все кроме одного точно подходят. Когда это не квадрат. Либо это квадрат, но тогда еще должно выполняться такое условие. Господа, если вы помните, это условие, это в точности было то, что форма f представляет 0. Предоставляет 0 в случае, когда выполнено вот это варианство. Значит, если не предоставляет 0, то это условие не может быть верным. Отлично. Поняв вот это вот это варианство, только что мы поняли, почему 2 в степени r, если n равно 4. Ну, потому что мы доказывали. Любое ненулевое число предстоимое. Вот здесь есть такой случай. Мы доказывали. Мы доказывали. Любое ненулевое число предстоимое, если n больше 1 4. Это, конечно, не очень сложно все, но тем не менее, мне кажется, это понятно и замечательно. Следующее будет намного интереснее. Мы докажем, что число n, определитель, ну, с точки зрения умножения на ненулевой квадрат и инвариант Муковского-Хассе задают квадратичную форму. То есть, если мы знаем n, d и c, то этими данными квадратичная форма определена однозначно. По индукции очень легко доказать, что если у двух невыраженных квадратичных форм одно и то же количество переменных, определитель отличается умножением на ненулевой квадрат и инвариант Муковского-Хассе равны, то эти формы эквивалентны. Смотрите, когда мы собираемся узнать, какие числа предстоимы, какие нет, входит сюда определитель и инвариант Муковского-Хасса. Поскольку они одинаковые у наших двух форм F и G, то существует ненулевое число, которое предстоимо обеим. Так выделим соответствующую числограмму, выделим полный квадрат, и у нас получатся какие-то две новые формы. Их определитель получается делением на число L, определительной формы F и G. Поэтому они уже отличаются на квадрат. И если вы посмотрите, что такое вариант Муковского-Хасса, то, смотрите, когда вы берете в F всевозможные пары эфициентов, то это вы просто перемножаете. Это будет инвариант Муковского-Хасса. А еще вы должны взять число L и символы перепрода, скажем, из эфициентов. То есть на самом деле из-за мультипликативности это символ гибридов числа L с определителем формы F большой. Но опять-таки, это мы же одно и то же, с точки зрения вклада формы F и G, L одно и то же, значит, это число одно и то же. Все. Все. Мы доказали классификационную теорию. Совершенно замечательно. Очень дорстое рассуждение. Просто из-за того, что условие представимости числа зависывается только через определитель и инвариант Муковского-Хасса. И теперь давайте еще дать второе посетение. Здесь написано, что форма не представляет 0, если это форма от 4 элементов. В каком случае? Если D не квадрат, то 0 представляет. Значит, у нас D это должен быть квадрат, и при этом инвариант Муковского-Хасса должен равняться минус 1, минус 1. Замечательно. Теперь смотрите. Мы же помним теорию, которую только что доказали. По этим числам форма определена с точностью до эквивалентности. Так. Количество переменных 4. Определитель квадрат. И в варианте Муковского-Хасса это минус, минус 1, минус 1. Значит, такая форма с точностью до эквивалентности единственная. Существует единственная форма от 4 переменных, которая не представляет 0. Мы уже вычисляли вот такую форму. АХ квадрат, плюс Брэйби квадрат, минус З квадрат, минус АВТ квадрат, где символ АВ равен минус 1. Давайте посчитаем, чему равен ее инвариант Муковского-Хасса. Это будет А и произведение Б минус 1 и минус АВ. Это то же самое, что АВ квадрат, то есть А. Дальше будет Б минус 1 минус АВ. То есть Б и АВ. Б и АВ. Замечательно. И теперь минус 1 и минус АВ. Минус 1, минус 1 и умножить на минус 1 А на АВ. Вот. мы должны доказать, что это есть минус, минус 1, минус 1. Ну, давайте смотрим. Во-первых, минус 1, минус 1 у нас уже есть здесь. Во-вторых, АВ это минус 1, поэтому можно вот отсюда взять АВ и оставить просто ББ. Да? мы получили вот, что АА, ББ, вот этого уже нет, минус 1 АВ. И вот, если мы докажем, что это единица, то теорема будет доказана. А здесь это единица. Потому что, что такое А? Это А минус 1. Что такое ББ? Это Б минус 1. И здесь у нас АВ минус 1. И здесь у нас АВ минус 1. И здесь у нас 1. И все это единица. Мы все доказали. Вот она единственная с точностью до эквивалентности форма от четырех переменных. берем любую пару чисел АВ, для которой символ Ни как-то равен минус 1. И получаем форму. Знаете, от АВ классикоэквивалентности формы не зависит. В каждом поле паруичных чисел есть с точностью до эквивалентности одна единственная форма от четырех переменных, не представляющая. Мы уже знаем, что с точностью до эквивалентности величины Н, Д и Эпсилон, где Эпсилон в плюс-минус 1, а Д определено с точностью до умножения на нулевой квадрат, задают квадратичную форму. А любым ли может быть набор Н, Д, Эпсилон? Оказывается, ситуация вот такая. Если Н равно 1, то, конечно, Д может быть любым, то есть, когда при учетное число 4 варианта, когда П равно 2, то 8 вариантов. Просто так устроен фактор группы, мультипликационной группы поле парыичных чисел по квадратам. А Эпсилон, конечно, не единица, потому что у нас просто множественной эксперимент, ведь Эпсилон – это произведение символов Гильберта по парам, когда вы берете парам и фигцентр, то есть парам, то есть нельзя взять, поэтому автоматически Эпсилон равно 1. И вот, когда Н равно 2, оказывается, две ситуации. Либо Эпсилон равно 1, и тогда Д может быть каким угодно, или минус Д не квадрат, и тогда Эпсилон может быть каким угодно. То есть какой случай здесь запрещен? Случай, когда Эпсилон – это минус 1, а число минус Д – это квадрат. Вот эта ситуация невозможна, а все остальные – невозможны. Значит, вариантов 7 штук, то есть дважды 4 минус 1, когда П – нечетное, простое число, и вариантов 15 штук, дважды 8 минус 1, когда П – нечетное число. И, наконец, если я больше или равно 3, то возможны любое значение Эпсилон – плюс 1, делиминус 1, и любое значение Д. То есть в одном случае это будет дважды 4, 8, а в отличие – дважды 8, 16. Давайте эту несложную… Если n равно 1, то мы уже понимаем, все привязали, все очевидно. Если n равняется 2, то когда мы приводим форму к диагональному виду, смотрите, она имеет такой ах квадрат, то есть уй квадрат, определитель – это АВ, а вариант Мюнковского-Хасса – это просто-напросто символ Ибертана – АВ. Но это то же самое, что А минус АВ, потому что мультипликативно и А минус А – это у нас единица, то есть А минус Д. Ну вот, значит, если минус Д является квадратом, то Эпсилон обязан равняться единице, потому что тогда вот это выражение не зависит от А. Теперь давайте обсудим, почему другие варианты возможны. Если Д – это минус квадрат, а Эпсилон – единица, то вот такая форма вредится. Х квадрат минус у квадрат. Если минус Д – не квадрат, то тогда существует такое число, то, что символ Иберта А минус Д равно интересующему нас числу Эпсилон. И рассматриваем форму АХ квадрат плюс АД ИК квадрат. А при третьем у нее – это А квадрат Д, то есть, в случае, что умножение на квадрат – это то самое искусное число Д. А вариант Минковского Хасса – это ААД. То есть, то же самое, что А минус Д, потому что А минус А – это единица. А это как раз то, что нам нужно. Эпсилон. Отлично. То есть, когда Н равны минусе и двойке, все легко. Теперь, когда Н равно тройке. Если Н равно трём, то существует такое ненулевое число, что минус АД не квадрат. Мы только что доказали для двух утверждений нашей теоремы. Поэтому существует такая форма двух переменных, что их определитель – это АД, а ее инвариант Минковского Хасса – это Эпсилон умножить на А минус Д. Это может быть любым, в частности, может быть и таким. Теперь рассматриваем форму. Ж, А, У, плюс А за этот квадрат. Смотрите, чему равен ее инвариант Минковского Хасса? Это нужно посчитать вот от этой, то есть взять вот такое, и умножить на А, запятая, определитель вот этой формы. Но определитель этой формы – это АД. ААД – это то же самое, что А минус Д. Когда умножаем, как раз получаем нужное нам число Ад. Отлично. Теперь, если n больше или равно 4, а все легко, мы можем сделать так. Вот нам дали какой-то определитель и какую-то величину инварианта Минковского Хасса. Давайте, мы уже знаем за трех, рассмотрим такую форму от трех переменных. И необходимое число квадратов еще прибавим. Когда вы прибавите там x4 в квадрате и так далее, xn в квадрате, от этого определитель не изменится, и вариант Минковского Хасса тоже не изменится. Все доказали. Давайте еще раз посмотрим, что здесь. Напишите, и плюс. Вот. Начиная с тройки, все время такое вот количество. Продолжение следует...